Ежегодно в канун Нового года в Славянском районе проводятся различные конкурсы, массовые мероприятия. Город словно погружается в новогоднюю сказку. Кому как не детям участвовать в новогодних конкурсах, ведь они главные виновники торжества на этом зимнем празднике. Еще в ноябре по инициативе Управления образования были объявлены конкурсы на создание лучшей елки. Три конкурса на лучшую елочку объявили в Славянском районе для учащихся школ и дополнительного образования. Чудо-елка, елочка-краса и новогоднее дерево. Учащиеся школы номер 17 приняли участие в первых двух конкурсах. Елочки, которые они соорудили вместе с родителями, удивляют своим разнообразием. Маленькие и большие – из бумаги, ткани, салфеток и другого материала. Самые необычные работы отправили на конкурс. Остальные выставлены в фойе 17-й школы. Мы решили, чтобы родители увидели свое творение, сравнили свои елочки, чтобы дети порадовались, выставить их в рекреации нашей школы. Каждый день ребята выходят и любуются елочками. И, я думаю, праздничное настроение у нас уже весь декабрь. Наталья Матвеева вместе с сыном Александром, узнав про конкурс, не задумываясь, решили поучаствовать. Они вместе из подручных средств соорудили елочку с красной звездой на верхушке. Мама хотела другую сделать, а Саша решил предложить из салфеток елку сделать. Ну вот мы с ним собрались. И потом с ним сминать. Да, сминал он каждый листочек отдельно. И из этой кучки бумажечек расправлял цветочек и приклеивали на конус. Мне мама чуть-чуть помогала. Вот, честно. В общем-то мы старались. По словам семьи, времени на работу ушло около недели. Но это того стоило. Даже несмотря на то, что их работу на конкурс не отправили. Ведь главное, говорит Наталья Матвеева, это не победа. Когда ребенок говорит, мама, ну у нас конкурс. Ну мне очень надо. Естественно, уже находишь время. Естественно, уже процесс сам изготовления какой-то поделки. Это творчество совместно. Это объединяет. И поэтому вот мы и благодарны школе, руководству школы за то, что очень часто, очень часто проводят конкурсы. Ну и нас как-то так объединяют и родители, и детей, и школы, учителей. Как показывает практика, такие конкурсы не только создают новогоднее настроение и дарят радость детям, но и объединяют, сближают детей и их родителей. Не зря говорят, что совместное участие в конкурсах и стремление к победе улучшают взаимоотношения и помогают сплотиться. Итоги конкурса подведут к Новому году.